Всем привет! В этом видео поговорим о том, что экономический удар по Европе пока ничем не помог США. Надеждам американских чиновников на то, что экономический кризис Европе поможет дряхлеющей американской экономике возродиться, сбыться, похоже, не суждено. Планы Белого дома по реиндустриализации США посредством деиндустриализации Евросоюза оказались весьма далеки от их реализации. По всей видимости, никакие льготы и субсидии, обещанные президентом США и европейским компаниям, американскую промышленность не спасу. Все идет к тому, что американская экономика не справится с ростом долгового бремени и вместе с европейской пойдет ко дну. В соответствии с данными портал USBank.com объем грузоперевозок по итогам второго квартала текущего года в США рухнул в сравнении со вторым кварталом прошлого года на 9%, что стало рекордным квартальным падением со времен пандемийных ограничений. Обращает на себя внимание тот факт, что темпы падения грузоперевозок в США почти удвоились. По итогам первого квартала 2023 года грузоперевозки упали по отношению к первому кварталу 2022 года на 5%. Основной причиной падения грузоперевозок американские эксперты назвали слабый платежеспособный спрос населения, сокращение промышленного производства в США и снижение объемов строительства. Указанные факторы привели в числе прочего к сокращению экспорта американских товаров в Китай и ЕС. Несмотря на вступление в силу на территории США с 1 января текущего года закона о снижении инфляции, который должен был простимулировать перенос промышленных производств из Европы в Америку, энергопотребление в США в июне 2023 года относительно января 2023 года снизилось на 6%. Само промышленное производство, вопреки прогнозам американских экономистов, в июне 2023 года тоже снизилось на 0,4% в сравнении с июнем 2022 года. Администрация Байдена в попытке обуздать инфляцию угодила в долговые тиски. По итогам второго квартала текущего года дефицит бюджета составил 8,5% ВВП. Всего лишь за два последних месяца внешний долг США дополнительно вырос почти на 2 триллиона долларов. Теперь только на выплаты процентов по внешнему долгу американский Минфин вынужден тратить 1 триллион долларов. Это уже на 20% больше, чем рекордный в истории США оборонный бюджет. С учетом сокращения в объемах американской экономики, растущие расходы по обслуживанию долга будут якорем вести ее ко дну. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова